Да, мы знаем, лучики тепла уже доверчиво глядят ваше окно, а мы все до сих пор про дворы и снег, точнее про то, во что он превращается, вот в такие лужи или месиво, и да, мы опять на Чкалово 57, мы в феврале здесь уже были, но ранней весной с уборкой этого двора все стало еще хуже. Вернемся сюда, но для начала пару кадров из жизни Барнаула. Это горожане выталкивают машину скорой помощи. По словам пользователя соцсетей на улице Юрина, два дня подряд скорая не могла добраться до пациентов. Вытаскивали своими силами. Таких сообщений в соцсетях немало. Подъезд к школе номер 128. Ну вот так вот выглядит это все дело. Как сюда сейчас дети будут продукты возить, неизвестно. Картина на улицах подтверждает слова пользователей соцсетей. Все-таки мы догадываемся, что такие тротуары и проезжие части доставляют удовольствие не всем, но чтобы проверить догадку, спросили барнаульцев. Ну вот у нас в водоре, например, там почти не пройти, там постоянно лужи, снег какой-то. Ну что-то приезжают, убирают, но не видно постоянно. Там снег лежит. Ну я так понимаю, когда несколько дней растаяло, потом подмерзло, было сложнее всего. Да, 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 было отвратительно просто ходить. У нас недавно трактор прошел, у нас двор неприличный. Возле дома у нас прекрасно. Я довольна, мы довольны. Качество уборки я бы на троечку бы оценил. Потому что вот если брать улицы такие небольшие, как наша, интернациональная, у нас очень отвратительно в этом году убирают. Буквально все во льду, все в снегу. И вот сейчас вода течет, течет. И вот буквально там на перекрестке у нас невозможно пройти, потому что там почти по колено воды. Видео таких дворов нам присылают пользователи. Это, например, любительские кадры одной придомовой территории в поселке Южный. Но вернемся, как и обещали, на Чкалово 57. Здесь, как говорит представитель Народного фронта Сергей Войтюк, проблема в форме управления домом. Это товарищество собственников недвижимости, но для работ они нанимают управляющую компанию. Необычная форма управления, которая вносит разлад. Хотя, конечно, этот дом только иллюстрация общегородской проблемы. Я для себя, может быть, это и заблуждение. Вижу это в том, что у нас достаточно много полномочий были сняты с муниципалитетов. У нас ушла контрольная надзорная функция с муниципальных органов власти. Она перешла в государственную жилищную инспекцию, в которой объективно, они сами это признают, недостаточно ни кадрового потенциала, ни возможности. Просто нет эффективного контроля. А раз нет контроля, значит, позволительно, условно говоря, вот таким образом содержать, по большому счету, придворовую территорию. Депутаты Барнольской Гурдумы уже предлагали хотя бы отчасти вернуть функции контроля над управляющими компаниями муниципалитетам. Районные администрации банально ближе к проблемным домам, чем жил инспекция. Ну, остается надеяться, что благодаря стараниям законотворцев во дворах станет и чище, и красивее, и не захочется жителям многоквартирных домов не доставать чернил, не плакать. А пока лучше запастись и чернилами, и терпением, и знаниями в правильном составлении официальных жалоб пригодится. Андрей Дрир, Николай Шилко. День с толком.